Зеленый забор до сих пор стоит, хотя стройка за огороженной территорией так не началась. Его установили два года назад в единственной зеленой зоне у 28-го дома на улице Белякова. Рядом детский сад, спортивная и детская площадка. По словам местных жителей, домов здесь и без того достаточно, а вот гулять больше негде. И нам очень жалко, если погубят все. И так все приходит, негодность, а парк очень жалко отдавать. Зеленый парк состоит в основном из берез у каждого дерева. Своя история. Остались вот эти все пожилые совсем люди, которые сажали это все. И в общем, они душой болеют, чтобы это все не уничтожалось. За этим зеленым забором планировалось построить два десятиэтажных дома и парковку на 80 машин и мест. Территорию огородили, спилили деревья, но к строительству так и не приступили. Жители обратились к президенту. В дело вмешалась военная и областная прокуратура. По представлению надзорного органа было отменено решение администрации города, которая разрешила застройку. Начались судебные тяжбы. Верховный суд признал законным отмену решения на строительство. Городок, он так, населенный пункт, смотрите какой, все очень плотно застроено. Летают самолеты. Дышать, если вот здесь еще дом построить, дышать практически будет нечем. Экологически. Ну, экология, можно сказать, нарушена будет, да? Я считаю, что так. Правильно люди говорят, что надо сделать там зеленую зону парка. Я тоже с этим согласна. Надо все расчистить, сделать дорожку. И действительно, можно было вечером погулять с детьми. А так вот практически посмотрю, здесь дом стоит на доме, здесь погулять не хочу. Татьяна часто ходит в парк гулять с внуками. Она считает, это решение Верховного суда небольшая, но важная победа жителей Дягилева. Осталось только убрать забор, благоустроить территорию, и улицы Белякова получат свой парк, о котором так давно мечтают все жители. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».